Ну, а где супергерои? Вот они. Ну да, у нас теперь есть суперсилы. Вы что, упали в бочку радиоактивных отходов? О нет, это был укус могущественного паука. Не мили чепухи. Когда мы сражались с моей мамой, она же злодей-террор, и не дали ей захватить власть на планете, на нас случайно воздействовал космический камень Актурион, и мы стали супергероями. Волшебный космический камень, который привезли маленькие зеленые человечки. Ты ведь знаешь, что я с другой планеты, да? Да, теперь знаю. Ольвер, стой! Что ж, команда хорошая, но недолгая. Я обладаю суперсилой. Ты? Да, я. Почему все каждый раз так удивляются? Потому что у тебя торчат ребра. Это подарочная коробка. Нет, стой! Что ты делаешь? Сначала нужно прочитать открытку. Кто станет разбивать окно пентхауса, чтобы забросить флешку? Я же говорю, прочитайте открытку. Кто они? И только не говори про открытку. Вот ты где. Приветик. Эти парни уничтожили госпиталь. Ну почему? Как красавчик, так сразу злодей. Все уцелели. Да, вроде. Мы победили? Обычно я ее нахожу по следу прекрасного аромата. Возможно, сейчас это не поможет. Не трудись. Я просмотрел каждый его кадр. Там ничего не поможет. И даже скрытый номер на той надписи? Ой, да брось. У тебя что, есть волшебная способность видеть такое? Да, и зовет зрением. Вот опять они завели свой пылесос. Я слышал взрыв. Ужасные оборотни наступают? Нет. Вы не могли бы прикрыться? К слову об ужасах. Здесь много всего выступает. Что произошло? Думаю, всему виной гравитация и возраст. Ну вот. Ух ты. Я парень с огоньком. Знаете, теперь это нельзя будет стереть. И не надо. Вы можете подтянуться наверх головы. Не зацепиться ногой. Очень скользко. Мое лицо слишком идеально. Вы не подвинете свою руку немного? Ну да. И сразу после этого разобьюсь в лепешку. Ты можешь летать. Так давай, спасай нас. Я все время ошибаюсь. Вдруг промахнусь, и один из нас умрет. Ну, если речь обо мне, это будет трагедия вселенского масштаба. А если обо мне? Будь речь о тебе, мы бы держались за твою каменную голову. Ваше лицо срезкается. Лопали щеки. Не вашу. У статуи. Она не выдерживает наш вес. Нет. Твой вес. Со мной все было в порядке, пока ты сюда не явился. Сделай уже что-нибудь. Ладно. А, так. Я знаю, что делать. Каз! Спаси нас! Прости, дружище. Я не смогу поднять вас двоих. Здорово. Звучит очень правдоподобно. Вообще-то, это правда. Я вспомнил, только у Оливера есть суперсила. Я не спасу их, даже если захочу. Я еще молод, чтобы умирать. Это я еще молод. А вам уже в самый раз. Просто из-за любопытства. Что ты планировал на случай, если Оливер меня не спасет? Сохранить вашу настоящую голову на благо науки. Я собирался взять шпатель и встречать вас на тротуаре. Как весело! Я оставляю все, бри. Извини, я был не в курсе, что ты свинофоб. Знаете, мне жаль, миссис Рамси, но мы не сможем за ним присмотреть. Но было приятно познакомиться. Стоп. Идем к Питти. Кое-кому-то не понравился. Провожу вас вниз на лифте. О, как мило. Надеюсь, вы не против долгой поездки. Питти любит нажимать на все кнопки. Ты видишь, он прекрасен. Цветы в честь твоей суперсильной красоты. Что с вами? Эээ, да ничего, просто ты ужасно красива. Настолько красива, что я лучше отвернусь. Суперспособности не вернулись. Сыворотка никак не действует. Нет, как-то действует. Удар, который сможет остановить пар, уничтожит и Скайлор. Я тебе не позволю. Дай сюда. Мое. Как можно ее уничтожить? Эта девушка все для меня. Я просыпаюсь мыслю о ней. Я не смогу жить без нее. Газ вышел наружу. Я грохну эту звездную ведьму. Скайлор! Ты здорова? А я нет. Будь с ней, я потерплю. И ты только что использовала суперсилу. Правда? Это правда? Видимо, этот пар помог ей вылечиться. Сыворотка сработала. Да. Выходит, что так. И все это благодаря... Чей-зу! Чей-зу. А как же я? Ланч готов. Захвачу тарелки. А, так же, как сердце моей любимой. Все, не можешь простить, что я вернул Скайлор ее силы? Нет. И не случайно твой ломтик помидорки самый тонкий. Круто ты его срезал. Да, а еще не положил ему салат. О, нет, остановите безумие. Подумать только. Я рядом с самим Чейзом Девинпортом. Ты мой любимый герой Бионик. Я слышу это не в первый раз. Правда? А я что-то не слышала. Серьезно. Никогда. Ни разу. Ух ты. Так она тебя не любит. Кайл, твоя комната готова. Спасибо. Сама Бионическая Бри застелила мне постель. Точнее, Бионическая Бри кинула твой рюкзак в свободную комнату. Сейчас. Но когда только узнали, все испугались. Все наладилось лишь благодаря моему обаянию и харизме. Да, которых нет в природе. Наши способности можно объяснить наукой, а не огнем, льдом и внеземной чепухой. Не аннигилируй меня. О, аннигилируй меня. Я уже на все готов. Поздравляю. У тебя есть брат Бионик. Ха-ха, ура! Правда здорово. Да, наверное. Конечно. Было бы круче, если бы ты был супергероем. Супергероем. Вы это слышали? Серьезно, вы это слышали? Что ж, значит, с этого момента мы все бионики. Ты что, Оливер? Я их только купила. Мне очень жаль. А, ладно, Скайлор все равно их угробит. Дуглас, ты здесь? Ребята, это наш дядя Дуглас. Ну, вообще-то он наш отец. Но мы его так никогда не звали. А, вы тот, кто хотел их убить. Рад знакомству. Я тоже, Оливер. Знаешь, ты не такой дохляк, как говорил мне Чейз. Потому что я, Оливер. Немного местных сплетен. Дохляк ревнует, потому что книжный червь вернул инопланетянке силы. Ладно, в инопланетян я верю. Но что кто-то ревнует к Чейзу, непостижимо. Стой смирно. Я должен все точно замерить. Ай! Осторожно, булавки колются. Не напрягайся. Я знаю, что делаю. Ай! Хе-хе-хе, прости, я специально. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Да ладно, стой. Что тут? А, вторжение! Перри? Час? Я Чейз. Я знаю. Имя Час мне нравится больше. Мы с Перри застряли в подвале. А она что тут делает? Простите, надо было сказать не так. Что оно тут делает? А была им нужна. И если я опять им буду нужна, я стану лидером. Опять. Врежьем и сестра. Членов команды может убить. Не спорьте, думайте о самом важном. Как спасти меня? Не волнуйтесь, мы все выйдем отсюда. Ха, пустые надежды – это то, что нам нужно. Они не пустые. Я верю в команду и знаю, они спасут нас. Как? Они умные, у них все выйдет. Не умные, не выйдет. Двинься. Вы еще здесь? Да, пускай Чейз все объяснит. Я сказал Перри, что хочу, чтобы она осталась. Что? Что это? Это опасная вещь. Стиратель памяти. Может убрать минуты, часы и даже года из жизни. А если это опробовать на Скайлор? Она забудет все мои глупости и захочет встречаться. Это стиратель памяти, а не волшебная палочка. И как эта штука... О, что это? Мне вернули мои силы. Кто? Не говори, не говори, не говори. Один замечательный парень – Бионик по имени Чейз. Все же сказала. Побудь с баллистой. Я вырублю его суперсилой. Тебе конец. Пятерка за смелость. То есть, они вернули ее к жизни, надев ей перчатку наизнанку. Супергерой. Я сдаюсь. Вопрос инопланетянки. Что за Олимпийские игры? Это соревнование лучших атлетов. Победитель получает золотую медаль, вторую – серебряную, третью – бронзу. А, да, у нас тоже такое есть. Но на моей планете не дают медалей. У нас, если ты второй, из твоих костей строят подиум победителю. Я всегда хотел участвовать в Олимпийских играх, но Бионика дает нечестное преимущество. Хочешь, будешь участвовать на моей планете? Нет, не хочу. Мне так хочется участвовать в Олимпиаде. Мой лазерный меч привел бы к победе. Твой меч разрезал бы их пополам. Да, и я бы победил. Боб? Бри? Почему ты не в Академии? Я узнал о состязании. Победитель вместе с другом понесет факел. Я выиграю и приглашу бежать Бри. Ты ж у нас любишь пробежки? Ой, да, и, между прочим, мне уже 14, если тебя тревожит мой возраст. Меня многое тревожит, и возраст меньше всего. Слушай, Боб, ты не можешь в них участвовать. Ты же бионик, это нечестно. Да, но мы с тобой понесем Олимпийский огонь. Это останется навечно, как... моя любовь к тебе. Ты согласна? Нет. Ну тогда покажем им силу девочек. Ладно. Сдавайся, парень, ты продуешь. Чейз, мне не по себе. Сила девочек страшная вещь. Давай, включай суперскорость. Ведь ты уверена, что Зои не может победить сама. Эй! Я могу и сама! Что? Правда? Ну тогда... Жаль, что твой тренер в это не верит. Ты не веришь? Да нет. Конечно верю. Эм... Эм... И поэтому мы с Чейзом не будем использовать бионику, чтобы вам помочь. Хорошо, Бри, раз ты так хочешь... Так, Боб, что я тебе говорил? Заигрывать с Бри, это прикольно. Нет, Боб, задай себе темп. И да, продолжай заигрывать с Бри. Пошли победила. Я так не думаю. Я буду первым. Я буду первым. Нет, не будешь. Эй, как я здесь оказался? Перестань. Это ты, перестань. Хватит. И побеждает Боб! Да! Да! Я выиграл! А это магнетизм в его лучшем проявлении. Эй! До встречи в Рио! А ну стой! Первого июня? Пятого августа. Почти угадал. Отец. Привет, Каз. Смотри, что у меня есть. Мой телефон. Оп! А ты разве за ним не полетишь? Не. Зачем? Буду как раньше писать письма на бумаге. А, ладно, смотри. Что у меня еще есть? Мои новые эксклюзивные хайтопы? Ой, упали. Может, хватит? О, я только вошла во вкус. Прошу прощения, мне пора в твою комнату выбрасывать вещи. О да, грядет дождь из трусов и носков. Ха-ха. Бри, дьявол воплоти. Я должен придумать, как починить его чип. Но если мы разъединим руки, все металлические предметы полетят в сторону Чейза. Не вижу, в чем проблема. По моему сигналу включайте свои способности и защищайте Чейза от тяжелых железяк. Простите, но мы не сможем. Почему это? Ой, а понимаете, мы тут поспорили, парни с девчонками. Кто дольше продержится, не используя способности для ерунды? Спасение моей жизни – это вовсе не ерунда! Я не знаю, может, проголосуем? Привет, Бри. Хочешь посмотреть наш пробный заезд? Ой, а Чейз не разобьется, если да, я посмотрю. Этого не случится. Все неполадки убраны. Я стану добираться до миссии быстрее тебя. Зови, когда он разобьется. Ах, тормоза не работают! Эй, Бри! Получила такое письмо? Есть! Знал, что понравится. Полмесяца писал эту песню. Какую? Ты вообще о чем? Которую он случайно послал мне. Всем сердцем люблю Скайлор мою. Навсегда с тобою любовь супергероя. Прикольно, мне скинь. Здрасте, я Оливер. Наверное, Скайлор обо мне говорила. Нет, что-то не помню. Нет, так нет. Все, что тебе нужно знать про Оливера здесь, в его серенаде. Мы взлетаем в небес. Небеса лошадь. Зай сюда! Кастер, живи. Ты, Скарлетт, должна подружески внушить Скайлор, что мое терпение не безгранична. На нашей планете я пользуюсь бешеным спросом. Путь хватает старину Оливера, пока... Нет, Скарлетт, только не с тобой. Представь, хотела отбить у тебя парня. Оливер. Да, зая? На выход. Меня нет. Найдем Скайлор и линяем отсюда. Найдем. Я знаю один верный способ. Скайлор? Скайлор? Скайлор! Скайлор? Скайлор! Ну ладно, не выходит. 86-я Скайлор тоже не Скайлор. Но познакомился с Бетти, и она от меня не шарахнулась. Вы? Скайлор? Нет. Бетти! Нет. Это Скарлетт. Это что, протонный диск? Такой можно создать лишь суперсилой. У тебя суперсила? У тебя суперсила? Все потом, не до этого. У вас здесь миллион кальдеранцев. Зачем тебе Скайлор? Да, отпусти ее. Возьми Бри. Но кто-то ведь должен. А ты вызвалась. Так и быть, скажу. И ты мне дорог. Честно? Ну все, закругляйся. Эй, Космофурия, закрой рот. Я этого ждал всю жизнь. Просто мега-удар. Термоядерный наотмашь. Ох, я не говорила, что обладаю суперсилой? Нет. Ты, конечно, был в курсе. Сказал бы «да», чисто чтобы позлить, но понятия не имел. Почему ты как непрекаянный? Когда я перестал быть вашим лидером, мне стало скучно. Не знаю, к чему приложить руки. Они привыкли указывать, что и кому делать. Придумай себе хобби. Что тебе нравится? Указывать, что и кому делать. Ну, они все упали на самом сложном пути между двумя небоскребами. Ну, а вообще-то моя бабушка Герси не падала. Ее столкнул дедушка Джордж. Я готовил поддельный плач и болтовню про то, что мы столько дружили. И вот, о нет, это все же случилось. Я правда плачу. Это я должен расстраиваться. Почему ты плачешь? Обычно мне трудно остановиться. Как это получилось? Я не знаю. Надо было испытать на фруктах. Где мои фрукты? Прости. И она... Есть! Я починил! Одну заумную научную штуку. Не отвлекайтесь. Новую суперспособность от Аркториона. Смотрите. О, круто! Ладошки-фонарики. Спасибо, мой пупсик. Не за что, мой пупсик. Кто мой хороший пупсик? Я твой хороший пупсик. Это ужасно. Ну, все. Так, я не в силах на это смотреть, Бри. Ты не ослепишь меня своими фонариками? В всем городе отключили свет. Что ты стоишь? Включай ладошки-фонарики. Отпрысков? Сколько всего у вас детей? 13. Поверьте мне, Роман и Рикер самые добрые. В таком случае, что вы за отец? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова